Всем привет, друзья! Меня зовут Ника Профимович, я выпускница МГПУ, руководитель проектного офиса Института молодежи. И это завершающая сессия RedBrickConf 2022 на сегодня. Было уже 5-4 комнат. Вот, наша последняя, но она последняя не потому, что менее важная, она наоборот, мне кажется, что одна из наиболее актуальных для студентов, для выпускников и для тех, кто работает сейчас и с молодежью, и со взрослыми людьми. А у нас в студии сегодня три прекрасных девушки. Это выпускница МГПУ 2012 года, если правильно помню, клинический психолог, психотерапевт Маргарита Даревская. Добрый вечер! Это тоже выпускница МГПУ 2017 и 2019 года. Лиль Гарипова занимается сейчас организацией свадеб и крупных ивентов, которые происходят. И студентка МГПУ, руководитель кураторского сообщества, студенческой организации куратора МГПУ и Рендлина. Давайте поприветствуем их. Очень рада вас сегодня видеть. И в ближайшее время мы поговорим о том, что такое эффективность, продуктивность, поговорим о том, что такое выгорание, как это вообще сказывается на студентах, на молодых людях. И будем говорить об этом не только с бытовой точки зрения, но и с точки зрения как раз-таки психологической, поскольку у нас есть эксперт в этой области. И первый вопрос, Рит, я думаю, что тебе существует такое мнение, такая тенденция, что люди действительно путают усталость или какую-то стрессовую ситуацию с выгоранием. Расскажи нам, пожалуйста, и давай расставим все точки над «и», что такое выгорание, что можно называть выгоранием с психологической точки зрения. Это правильно, что ты задаешь этот вопрос в самом начале. Действительно, когда термин выходит из профессионального употребления и попадает в народ, его значение размывается. Вы знаете, наверное, что сегодня травмой называют все, что угодно. Или перфекционизм, который изначально был описан как невротическая черта. Ну, в общем-то, да, подразумевается как нечто хорошее, как будто бы то же самое произошло и с термином выгорания. Поэтому мы с вами сегодня договоримся, что когда мы будем говорить о выгорании, мы будем говорить о феномене, который изучается в психологии, и он имеет четыре важных симптома. Вот прямо сейчас, если вы нас смотрите, вы можете, слушая об этих симптомах, провести такую небольшую самодиагностику. Есть ли это у меня там или в какой степени? Вот давайте, первый симптом – это эмоциональное истощение. Что такое эмоциональное истощение? Это не просто усталость. Когда мы устаем, мы можем отдохнуть, и силы к нам возвращаются. Эмоциональное истощение – это накопленная усталость в течение длительного времени, которая приводит к снижению настроения. И, возможно, когда вы думаете об учебе, у вас настроение-то портится, и вам не хочется уже никуда ходить. И, в общем-то, какие-то простые способы расслабления или отдыха больше не помогают. Второй важный симптом – это нарастающее негативное, черствое, может быть, даже циничное отношение к преподавателям, к студентам, к одногруппникам. Почему нарастающее? Потому что, вот представьте себе, человек устал, и тогда люди, которые вас потенциально могут нагрузить работой, они воспринимаются как источник напряжения. Да, вот это происходит на работе, да, и люди начинают действительно раздражать вас. Вы, может быть, видите это в системе здравоохранения, когда, ну, действительно, врачи выгорают, и они становятся грубыми к своим пациентам. Да, вот это такая вот нарастающее, циничное, грубое отношение. Третий симптом – и вы можете проследить, как выгорание по этим симптомам может увеличиваться, да, то есть третий симптом приходит на уже более поздних стадиях. Появляется недовольство, нарастающее также своей результативностью, причем это субъективное недовольство. Мы знаем, что выгоранию подвержены люди всех возрастов, и в профессии, в общем-то, человек может, не знаю, уже действительно каких-то значительных достижений достичь, да, и вместе с тем ему кажется, что он недостаточно успешен. Здесь человек попадает в ловушку, у него амбиции высокие, цель, устремление, да, как бы такое вот есть, а сил на это уже нет. Ему кажется, что я не дотягиваю, не дорабатываю, я мог бы там или могла бы лучше, начинается какое-то недовольство собой, в общем-то, да, связанное с проблемами, там, с чувством собственной ценности, и это очень сильно субъективно мучает. И на более поздних стадиях, ну, здесь мы уже говорим о грубом таком, в общем-то, да, выгорании, появляется тревожность, депрессивное состояние, возбудимость, могут даже быть суицидальные мысли, поэтому это очень важно тонко дифференцировать, не игнорировать эти симптомы, в общем-то, и вовремя обращаться к специалистам. Не пугайтесь, если вы сейчас меня слушаете, и каждый скажет, о, у меня есть эмоциональное истощение. Да, на самом деле, ну вот где-то около, там, начинающейся первой стадии люди, в принципе, могут находиться, ну, потому что мы живем в такое время. Ну, то есть называть эмоциональным выгоранием, ну, или в целом просто выгоранием, какую-то банальную усталость, которую, там, может быть, мы испытываем, это не совсем правильно и корректно будет в нашем случае. Да, даже тяжелая усталость тоже. Хорошо, тогда следующий вопрос, наверное, к девочкам. Вот вы учились, учитесь в МГПУ, расскажите, Лиля, расскажи, на кого училась, где сейчас работаешь, и вообще, чем занимаешься, и, соответственно, сталкивалась ли с выгоранием в процессе своего обучения? Я закончила Институт культуры и искусств, оба года, получается, первый год бакалавриат я заканчивала как продюсер социально-культурной деятельности, а уже магистратура, у меня было направление управления ВМ-проектами. Ну, простым языком, это действительно организаторы мероприятий, социальных, режиссерских, частных, абсолютно неважно. Сейчас я работаю организатором свадеб в агентстве BM Weddings and Events в московском агентстве, и мы организовываем свадьбы, частные корпоративные мероприятия в Москве и по всему миру. И, на самом деле, очень такая интересная тема про выгорание, потому что, мне кажется, возможно, я немного была близка к выгоранию после сезона нашего свадебного. Для тех, кто не очень понимает, расскажу, что основной сезон в свадебном бизнесе, он, наверное, начинается в апреле и заканчивается примерно в октябре, когда тепло, когда пары женятся и, в общем, когда такая очень-очень плотная работа. И, казалось бы, возможно, выгорание должно быть именно в процессе, когда ты работаешь, и как раз-таки, как вы говорили, что ничего не радует, все злит и так далее. Но у меня, скорее, такая небольшая была стадия выгорания уже после сезона, когда ты вроде на сезоне таких эндорфинных, что ты счастлив, ты вдохновлен, смотивирован, а в конце я уже сел такой, а надо ли оно мне вообще все? Вот я, честно говоря, не до конца уверена, все-таки было ли это выгорание, или это была какая-то такая, какой-то небольшой, может быть, кризис и личностный, и профессиональный. Ты, возможно, не очень понимала какие-то свои ценности, ориентиры, и здесь, мне кажется, наверное, тоже очень важно как-то в этом разбираться, само или со специалистом, чтобы понять действительно, все-таки это выгорание, или тебе нужно немножечко там свой путь скорректировать. Да, Рит, может быть, есть какие-то комментарии относительно, было ли все-таки это выгорание, или кажется, что нет? Ну, вопросы правильные ты себе задавала, да, в конце сезона? Ну, действительно, если бы, конечно, в таком темпе, наверное, работа бы продолжилась, да, если можно было бы представить работу ивент-специалиста без чередования сезонов, то истощение бы, конечно, нарастало. Но в силу там запаса здоровья, возраста, прочности, слава богу, что сил хватило. Хорошо, Ир, ты все еще учишься, вот, мы как бы уже отучились, вот эту часть внеучебной жизни чуть-чуть от себя отбросили, остался с работы, все, что там у нас, у нас связано с работой, у тебя еще есть учеба, расскажи, на кого учишься, чем занимаешься? Я учусь на учителя начальных классов английского языка, да. Учитель? Учитель. Также занимаюсь внеучебной деятельностью, являюсь руководителем студенческой организации «Куратор МГПУ», тренером неформального образования и параллельно пытаюсь, стараюсь работать, на постоянной основе занимаюсь репетиторством. И вот недавно начала заниматься тоже проектными историями в одном из музеев Москвы. Расскажи, было ли у тебя что-то за время обучения? Было ли то время, когда тебя хотелось все бросить и вообще перестать всем этим заниматься? Ну, чтобы совсем бросить, точно нет, но были моменты, в которые я сомневалась, тем ли я занимаюсь, особенно когда есть большие проекты неформального образования, и ты являешься соорганизатором, организатором, выполняешь какие-то большие задачи, цели, и еще при этом тебе нужно управлять людьми, особенно если ты делаешь это в двух направлениях, и как старший куратор, и как тренер, например, и голова просто разваливается, в какой-то момент ты достигаешь пика, когда эмоции зашкаливают, и количество ответственности и задач, которые лежат на тебе, взрываются в тебе, ты испытываешь какое-то большое эмоциональное потрясение, и потом как будто какое-то время просто не испытываешь вообще никаких эмоций, ни к деятельности, ни к учебе, вообще ни к чему, но мне кажется, что я не могу назвать это прям выгоранием, потому что я быстро из этого выхожу, отдыхаю какое-то время от этого всего, и потом опять готова с тем же усилием и рвением заниматься этим. Зарядка заряжается обратно и по новой. Поняла, хорошо. Ну вот можем, наверное, тогда, как итог нашей сегодняшней встречи, сделать такой чек-лист того, что вообще влияет, наверное, на выгорание, то есть что может этому выгоранию способствовать, и Лиля, и Ира сказали о том, что это очень много каких-то задач, работы, сезон, много проектов и так далее. То есть, наверное, первое, что мы можем выделить, это какое-то большое количество задач, с которыми, ну, как постоянный какой-то поток задач, без выходных, без перерывов. Влияет ли он? Вот в этом нашем диалоге разделила бы причины внешние, допустим, причины, которые идут от самого университета или от работы, а потом мы поговорим о личных причинах. Вот эти внешние причины, они неплохо, кстати, были исследованы, ведь вы знаете, что есть организации, где люди прям выгорают. Ну вот кому, не знаю, в голову приходит бизнес-консалтинг, корпоративные юристы, врачи в многопрофильном стационаре, допустим, то есть это работа с высокой нагрузкой. Поэтому первое, о чем мы можем сказать, это если в учебном заведении у студента систематически требования среды превышают его возможности. Вы, наверное, я не знаю, как сейчас, но я думаю, что это во всех вузах есть. Когда мы учились, ну, да, дальше я училась на факультете психологии, и, ну, в общем-то, мы в 9 утра у нас были пары, до позднего обеда мы учились, потом мы ехали на другой конец Москвы в клинику, там в 8 или в 9 вечера заканчивалась практика с пациентами в клинике, а потом преподаватель говорил, о, кстати, там, Карл Ясперс, начинайте сегодня ночью читать, а утром обсудим, да, там, не знаю, 600-900 страниц. Это очень важная книга, но ей нужно время уделить. То есть, когда у вас там 8 спецкурсов, вам дают списки литературы, такие, которые вы в середине карьеры только прочитаете, там, какие-то монографии, да, то есть требования постоянно превышают, то есть программы образовательные сформированы и вообще нереалистично. Потом, соответственно, если бывший школьник и новый студент приходят в какой-то коллектив и сталкиваются с буллингом, да, с любым вообще видом психологического давления, с кибербуллингом, если коллектив, группа так и не сложилась, если есть конфликты, если есть нездоровая какая-то хорошая конкуренция, которая тебя побуждает к тому, чтобы расти, развиваться, а есть соперничество, когда вот начинается такое, а-а-а, там Петя, слишком успешен в этом деле. Хочется быть лучше, чем кто-то. Да, потом важный фактор, вот, да, в какую камеру говорить, уважаемый преподаватель, давайте достаточно обратной связи, положительной или вообще обратной связи с своим студентом, потому что недостаток положительной обратной связи напрямую связан с уровнем выгорания. И на работе, и в университете, везде у студентов есть такое чувство, я вот учусь, пишу, работы сдаю, зачем? А кому это нужно? Да, как куда-то в почтовый ящик опускаю письма. Вот это, пожалуй, самые важные факторы. Да, и ты сказала по поводу школы и университета, и вот хочется девочкам задать вопрос, помните ли вы момент, когда вы закончили школу, соответственно, пошли на первый курс университета, какие были эмоции, ощущения, и как это вообще, вот этот переход из одной обстановки в другую сказался на эмоциональном состоянии, и сказался ли, или все очень гладенько прошло? Ну, у меня, честно говоря, был очень классный переход, я всю школу рвалась в Москву, хочу здесь учиться, и поэтому именно вот такого конфликта внутреннего, что я вроде бы переехала, вроде бы новый город, нового знакомства, но такого не было, потому что я знала, на что шла, и у меня скорее была, наоборот, какая-то ровная история, даже с качелями, что я очень радовалась, мне очень все нравилось, вот, наверное, у меня прям то, что нужно мне было, и каких-то негативных эмоций у меня точно не было от этого. А у тебя? У меня были какие-то очень спокойные эмоции, потому что, мне кажется, я так устала от экзаменов, ЕГЭ, что летом я была просто абсолютно спокойна, мне было на все все равно, я пришла 1 сентября, так, ладно, еще 5 лет, ничего страшного, я справлюсь, все хорошо. А потом, когда начался сам процесс обучения, мне кажется, я была очень рада тому, что я сепарировалась от дома, от родителей, у меня началась какая-то более самостоятельная жизнь, я могла выстраивать цели и план только сама, и меня это очень радовало. Рит, а вообще, ну, вот этот переход из одной какой-то, ну, из одного какого-то места, другое, там, будь то работа или университет, школа, как это влияет на состояние студентов, может быть, по твоему опыту, по работе со студентами, может быть? Ну, частично я ответила на этот вопрос, в общем-то, да, в прошлый раз, зависит очень сильно от того места, в которое ты приходишь. Если это место устроено таким образом, что ты постоянно подвергаешься физическому какому-то, да, эмоциональному переживанию, стрессу, да, то, соответственно, в общем-то, конечно, это предиктор такой серьезный выгорания. Поняла, хорошо. Вот, а девочки тоже, ну, так Лилия немножко сказала о том, что училась на организации в интернероприятии и работаешь в этой же сфере. Ир, ты планируешь работать в той сфере, в которой учишься сейчас? Ну, я не могу сказать на 100%, потому что не очень понимаю, как сейчас повернется моя жизнь, и, возможно, через полгода я приму решение пойти работать в школу, но пока в моей голове есть смирение, но нет цели идти работать в школу 100% и развиваться там. А можете ли вы сказать, что начали заниматься внеучебной деятельностью, потому что там что-то не нравилось в учебной деятельности, например? Ну, я так, наверное, точно не могу сказать, потому что я, наоборот, переживала, что поступая в университет, будет все максимально скучно. Я еще училась в театральной школе, и мне вот нужна была эта движуха, то есть прям, ну, все. И я, наоборот, была очень рада, и как раз-таки, как сказать, у меня была внеучебка к дополнению к учебе, и это прям еще прям полный у них вот симбиоз был, поэтому... А мне всегда хотелось иметь крутую работу, знаете, смотришь сериалы, фильмы, и там женщины на каблуках садятся в классную машину, они все такие успешные. И мне казалось, что это здорово, и я тоже хочу быть такой. И на первом курсе случилась школа студенческого актива, и там мы очень много говорили про навыки, про цели и про развитие себя. Да, и вот, когда я поняла, что у меня не хватает таких-то, таких-то навыков, и мне их срочно нужно развить, чтобы становиться успешной и в жизни в целом, как человек, и в карьерном плане, я такая, так, чем бы заняться внеучебной деятельности, что мне может помочь развить какие-то свои конкретные определенные навыки. Таким образом, я увидела, что в кураторстве я могу знать, что вот это в своем чек-листе, отлично, вот это, вот это, и решила попробовать и начать заниматься внеучебкой. Угу. Ну, у нас так получается, что вот у девочек не было таких ярких примеров, условно, прям в выгорании, когда хотелось все совсем бросить. Вот, у меня тоже там за пять лет обучения тоже такого не было, но мне кажется, что ребятам, которые нас смотрят сейчас, будет интересно послушать о, наверное, профилактике какой-то, то есть, соответственно, на чем нужно заострить свое внимание, на что там, возможно, обратить внимание, чтобы вот этого момента, когда кажется, что все, вообще больше ничего не хочется делать, не происходило. Угу. Я когда к вам ехала, я думала, вот мы часто говорим о выгорании с людьми там 35-45 лет, и для них психологические рекомендации очень понятны, для них очень понятно, что такое спать. Ну, я подумала, я еду там к ребятам, которым, не знаю, там 17, ну, условно говоря, 25 лет, да, зачем им спать? Думаю, послушают меня они. Но вместе с тем, вот мы смеемся, конечно, ну, вот если вообще подумать про юность, это же такая классная золотая пора, ну, там, студенчество, с тобой случается впервые что-то в жизни, не знаю, ты учишься, ты столько всего, но узнаешь, ты так много классного опыта переживаешь, там, не знаю, у тебя какая-то любовь случается, там, отношения, ну, вообще все в жизни происходит на высоких интенсивных оборотах. И если бы так случилось, чтобы действительно человек бы выгорел, это была бы, ну, вообще какая-то очень личная, трагичная история, и поэтому мы поговорим о том, вот не что делать, когда выгорание уже наступило, а как настроить свою рутину так, чтобы не выгорать, да, чтобы этого не случалось. И первое, мы поговорим, наверное, вот так вот, да, давайте, вот для простоты понимания, у меня для вас будет три важных посыла, три важные идеи, из которых вы можете сделать три навыка жизненных. Вот первый навык, это вообще следить за тем, чтобы у вас был адекватный уровень нагрузки всю жизнь, да, то есть есть люди, которые от природы рождаются, ну, как-то со способностями, которые выше. Им, правда, они могут больше, они уже детьми и школьниками могут больше, они учат языки, ходят на спорт, они там отлично учатся, и им кажется, что они вот эти свои высокие способности через всю жизнь пронесут. Но есть ловушка, правда, да? То есть, вот, если вы уже чувствуете, вот, если вы уже чувствуете, что вы устаете, и у вас уже заканчиваются силы, и вы чувствуете, что вот это вот эмоциональное истощение к вам приближается, об этом говорила Ира. Вот два раза в примерах она говорила, вообще, мне ничего уже не хотелось, я ничего не чувствовала, у меня очень ровное было состояние. Вот еще чуть-чуть, это обычно в апатию превращается, да, то есть вот уже, ну, ничего не хочется. Поэтому, как мы можем оптимизировать вообще уровень своей учебной или рабочей нагрузки, когда мы, допустим, у нас какие-то цели, амбиции, вот скажи человеку, оптимизируй свой уровень нагрузки, а он тебе скажет, да ты что, у меня такие планы, я тогда не успею за всю жизнь достичь, да, всего там, чего я себе наметила или наметила. Но помните, что если мы берем силы взаймы у организма, то это как очень такой банк, очень злой, и потом придется отдавать с очень большими процентами, да, то есть потом просто отпуск не поможет. Есть такая методика, я ее очень люблю, она очень датаемкая, вы, называется, ну, условно говоря, там, поведенческий дневник. Вот вы в течение двух недель, вы записываете все, что вы делаете, на что у вас уходит время, только записывайте очень честно, не бросая. На самом деле кажется, что сложно, но через две недели вы получите голые данные. На что вы тратите время, сколько у вас задач занимают, там, не знаю, дела, которые силы отнимают, сколько у вас занимают задачи, которые силы вам вообще дают. Есть ли у вас вообще в жизни, в расписании такие, такая деятельность, которая призвана ваши силы восстанавливать? Или вы только ходите на спорт, учитесь в университете, изучаете языки, не знаю, ходите на вечеринки, это все классно, но на это нужны силы. Потом такой дневник вам поможет, во-первых, ну, прояснить картину, понять, что в сутках только 24 часа, и вы научитесь, может быть, наконец-то реалистично планировать, да? Вот все улыбаются. Не 23, наверное. Да, такой дневник поможет увидеть, от каких задач вам все-таки, наверное, придется отказаться, да, вообще. Занимаетесь ли вы чем-то, что для вас имеет смысл, или все-таки бессмысленной деятельности больше, да, находится? Вот Ли говорит, очень хороший пример, она, когда она поступила в институт, она занялась чем-то, что соответствует ее персональным ценностям. Вот прямо у тебя глаза загорелись, ты говоришь, и у меня была и учеба, и внеучебная деятельность, и было так все классно, и интересно, да, и они друг друга дополняли. То есть ты переживала в этом много смысла какого-то, да, персонального, и это откликалось вообще каким-то ценностям твоим тоже лично. И это заряжает, и хоть я на это буду тратить больше времени, чем у меня есть, но это все мне вернется как раз-таки. Да, да. А вот представьте, если в структуре вообще задач, там, у студента, да, или у молодого специалиста одни только бессмысленные дела. Да, то есть как Виктор Франкл, да, говорил, если вы устали, но вы устали не зря, да, это не истощение, да, то есть если вы делали что-то со смыслом. Да, вы знаете, это какое-то сладкое чувство, да, но если вы истощаетесь и не чувствуете при этом смысла, это беда, да. Поэтому вот такие дневники очень полезны, вот, да, чтобы вы вообще смотрели, а куда вы хотите еще вставить, там, китайский и теннис свой, не знаю, да, если вы уже спите, там, по 6 часов. Вот, это первое, то есть это был первый навык, оптимизация вообще нагрузки рабочей, да, постоянно, постоянно, и в учебе, и везде. Старайтесь, если ваше высшее учебное заведение вам позволяет, выбирать какие-то гибкие планы образовательные. У вас есть такое? Ну, ты можешь выбирать дополнительные какие-то элективные курсы, то есть к обязательной программе. Есть обязательная программа, которая не меняется, вот, и есть какие-то доп. штуки, которые, да, ты можешь тоже ходить или не ходить, выбрать что-то, что тебе там больше нравится, от чего у тебя больше глаза горят, вот, или там наоборот. Второй важный навык, то есть, на самом деле, о каждом из них мы бы могли часами говорить, да, но у нас времени нет, да. Вот второй очень важный навык, это уметь восстанавливать силы, да. На самом деле, в 20 лет не надо уметь восстанавливать силы, потому что можно, в принципе, тусоваться всю ночь, потом, не знаю, сходить в душ, переодеться, пойти на работу, да. Да, поза прошлой вроде комнате, как раз об этом даже говорили, что там, ты спишь 3 часа, и тебе ок. Да, это понятно. А сейчас какое-то время ты спишь 3 часа, и уже нет. Поэтому на будущее говорю, да. Знаете, когда я работаю с людьми, которым, там, 40-45 лет, и я говорю, ну, для того, чтобы быть энергичным в 40-45 лет, недостаточно только есть и спать. И, ну, представляете, как люди удивляются, да. А я еще воду пью. Да, да, да. Вот персонально вам, не вашим подругам, там, не вашим друзьям, не вашим каким-то инфлюенсерам, а вам. Да, это очень субъективная такая штука, что то, что там подходит тебе, может не подходить, естественно, кому-то. Да, и это нужно занести в расписание и охранять это так же, как и там деловые встречи, зачеты, экзамены. То есть иначе это не случится, вот если это не запланировать никогда. То есть для кого-то это бег, для кого-то это общение с друзьями, я не знаю, какие-то там чтения, что угодно, я не знаю. Да хоть вяжите, там, вышивайте, если вам это нравится, да, пожалуйста, занимайтесь этим. Ну, кстати, интересно, вот, девочки, топ-3 того, что приносит вам действительно радость, восполняет как-то ваш внутренний ресурс. Что вам нравится делать? Что делаете, когда понимаете, что устали? Ну, у меня это абсолютно точно какое-то путешествие, это может быть как крупная поездка, там, за границу далеко, как вылазка во двор, в кафе, просто куда-то там. Смена какая-то обстановка. Да, просто смена деятельности, смена обстановки, когда вот не нужно думать о задаче, когда ты не проверяешь там рабочие чатики, а просто вот ты, ты в моменте, как говорится. Вот, второе, наверное, это готовка, вот, и здесь тоже такой момент интересный, да, может быть, это с возрастом, может быть, это как раз-таки с каким-то приближением усталости-выгорания, что очень тяжело решиться на готовку, но она приносит потом колоссальное такое прям удовольствие, колоссальную, возвращает тебе, в общем, энергию. И, конечно, третье, это встреча с друзьями, с подругами, большими компаниями, маленькими, ну, это обмен энергии, это, мне кажется, у всех точно будет в топе. Ну, в моем томе то, что у Лили на последнем, не на последнем, не на последнем, в общем, тоже коммуникация с людьми, общение с друзьями, может быть, с новыми людьми, для меня это такой челлендж, если я начинаю знакомиться с новыми людьми, я чувствую, что я молодец, я с кем-то знакомлюсь, я развиваю себя, ну, и в целом с друзьями тоже. На втором месте это бег, мне кажется, что в моменте, когда я очень сильно встаю, мне нужно просто побегать полчаса, быть мокрой, уставшей, но от этого я испытываю дикое удовольствие, и эмоционально выдыхаю и отдыхаю. И на третьем месте, наверное, сон, говорят, что сон просто для того, чтобы восполнить силы, но я получаю дикое удовольствие от того, когда я просто ложусь в кровать, лежу на подушке, я обожаю спать. И тебе не надо ставить будильник, наше чудо. Да, я могу проспать, например, там, сутки, просто если я очень сильно устала, и я действительно получаю от этого удовольствие, от состояния того, что я позволила себе поспать 24 часа. Кстати, про компьютерные игры или телефон. Казалось бы, ну это же тоже классно, да, можно поиграть просто. Ну это и забирает ресурсы, и добавляет. Ну я бы здесь что сказала, конечно, ну там, надо быть реалистами, там, современные игры компьютерные, они очень сделаны, ну они потрясающе сделаны. Да, они сделаны, в них сделано все для того, чтобы человек вообще перестал есть, спать, мыться, и в принципе только продолжал играть. Вот здесь бы я бы советовала как-то вот чувствительность такую развить. Вот где тебе уже перестает быть интересно, классно, где наступает какое-то пресыщение, но ты уже не можешь оторваться. Да, потому что вот это вау-эффекта, когда ты там садишься и тебе радостно, он через какое-то время проходит. Да, так же там, как с сериалами, как с кроллингом ленты в соцсетей. То есть это все-таки неполноценный отдых, потому что вы нагружаете все свои сенсорные системы, нагружаете мозги, там, зрение, восприятие, да, мышление. При этом, в общем-то, у вас какая-то монотоническая усталость, так называемая, то есть усталость от вот этой неподвижной позы, когда вы сидите, вот, в общем-то. Да, то есть, ну и, наверное, я скажу сейчас какие-то очевидные вещи, но очень важно иногда повторять очевидные вещи. Да, то есть, конечно, мы должны следить за гигиеной сна. Вот у нас не должно быть расстройств, конечно. Вот что такое расстройство сна? Если вы не можете заснуть или рано просыпаетесь... Или посреди ночи просыпаетесь. И не можете потом заснуть, или вы лежите в постели там часами, если эта история длится больше двух недель. То есть нормально, когда какие-то нарушения сна случаются, там, вы понервничали, у вас был какой-то суперэмоционально заряженный день, это нормально, нервная система перевозбуждена, вы не можете заснуть. Но если такая история длится больше двух недель, надо обратить на это внимание. Да, есть там когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, в общем, все придумано, описано. Находите информацию, обращайтесь к специалистам, следите за тем, чтобы нормально есть. Тут есть интересный момент. Я часто замечаю, как люди устают, и они как будто бы игнорируют свою усталость, и они закидываются, как бы дозаправляются чем-то, чтобы оставаться в обоими. Они там пьют, работают, пьют кофе, едят сладкое или какой-то фастфуд. Ночью так обычно бывает. Да, это там в вечер часто приходит. Вы можете обратить внимание, что если вы устали, то вам может захотеться сладкого, или какой-то жирной, или соленой пищи, но кто что любит. То есть вы спросите себя, почему мне этого хочется. Ну, один, там, несколько раз, вообще никаких проблем. Но если это постоянная история, то это повод задуматься. Физическая нагрузка. Ты молодец, что бегаешь полчаса, и я слышу, ты рассказываешь про что-то персональное. То есть ты говоришь про то, что мне приносит это удовольствие, полчасика. Я прихожу в себя. Это хорошее отношение со спортом. То есть не нужно записываться на марафоны, становиться айронменом, если, в общем-то, вы не планировали никогда. Просто ради того, чтобы в соцсетях это выложить. Речь идет об интуитивном движении. То есть вам заходите по лестницам, бросайте эти электросамокаты, ходите пешком. Если вы там на метро ездите, выходите на одну станцию. Раньше там можно пройтись. Если у вас какой-то конференц-звонок на час, и вы сидите, но потом 15 минут, не знаю, поприседайте просто, если вы из дома там работаете или учитесь, отожмитесь. Вообще будет гораздо веселее от этого. Потому что физическая нагрузка доказательно снижает тревожность, снижает депрессивное состояние, в общем-то. Формализует сон, аппетит, вес, состояние стенок сосудов. В общем, одни плюсы от этого только. Вот, и еще. Ну, наверное, вот на этом пока остановимся, да? Там, иначе, я думаю, что мы можем долго про это говорить. Ну, то есть это что-то, что вам дает силы хотя бы, да? Да, очень такая понятная история. Спать, есть, заниматься спортом, гулять, дышать воздухом. Это важно, да? Не то, чтобы спортом, то есть, ну вот если у вас нет времени там на часовые тренировки, на фитнес, просто двигайтесь. Убраться. Убраться с собакой на улице. Погулять с собакой, браться дома. Да, хотя бы спортом. Да, но я там в какой-то момент, когда была пандемия, начала делать зарядку по утрам. Да, это прекрасно. Это было прекрасно, пока, ну, как бы, не закончилась пандемия, не нужно было снова утром ехать на работу. Я такая, ну... Вот, помните, а мы возвращаемся к вот этому инструменту, да? Вот этот визуализированный вот этот дневник, да? И куда я могу тогда эту рутину, какое-то движение какое-то, да, вставить? Да, лучше там 15 минут в день, чем высокоинтенсивные хардкор-тренировки, которые вы начинаете бросать, начинаете бросать. Да, бывает, что, да, эти 15 минут в день, они сильно лучше работают, чем эти часовые, еженедельные. Да, ну, мы вот отметили два фактора, да? Мы отметили распределение каких-то там своих задач, обязанностей, там, условно, в течение дня, нагрузки в целом. Мы отметили вот какие-то хорошие... Восстановление сил. Восстановление сил. Есть ли еще что-то? Да, и самый сложный пункт. Учиться распознавать границы вообще наступления своей усталости и вообще границы своих физических и эмоциональных возможностей. Конечно, это здорово, когда вы мыслите себя человеком, который может все. Прекрасно. Да, но обычно вы можете заметить, что человек чувствует, когда он устал, вот когда вот он прям ему лечь хочется. Да, то есть когда он уже очень сильно устал. Но это как будто бы ваш айфон бы понимал, что он разряжается, когда у него осталось 5%. А до этого бы он вам вообще ничего не говорил, он бы просто выключался. Хорошая, кстати, аналогия. Да, это было бы для вас вообще внезапно и очень неприятно. Здесь то же самое. Люди годами и десятилетиями, когда они включены в какой-то высокоинтенсивный темп и нагрузка жизни очень высокая, чтобы этот темп высокий выдерживать, мы отключаемся от вообще понимания и чувствования своего тела. Представьте себе вот мой любимый пример с артистами балета. Вот чтобы там станцевать этот концерт, нужно игнорировать там пальцы, которые там в крови, нужно игнорировать боль в связках, в костях. То есть это полное расщепление с чувствительностью в своем теле. Когда мы говорим про развитие этой чувствительности, я предлагаю взять такой очень простой инструмент. Вот вы берете, скачиваете из интернета картинку, распечатываете себе на листе А4, где будет представлена шкала от 0 до 100%, как зарядка, как аккумулятор. Желательно с цветовой шкалой, допустим, где 0 – это красная какая-то зона, через какой-то оранжевый, желтый, зеленый, вы приходите к 100%. Вот вы распечатаете эту бумажку, поставите себе на 2 недели будильник на 3 раза в день, он у вас звонит, вы смотрите на эту шкалу, субъективную шкалу, не знаю, сил, так ее назовем, и спрашиваете так себе, так, на сколько я сейчас себя чувствую процентов? О, там на 70, на 40, на 30, на 20, я ужасно устала. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы научились реалистично распределять нагрузку. Если вы уже в среду чувствуете себя утром на 30% по силам, а у вас очень напряженный четверг, очень напряженная пятница, и вы почему-то решили в выходные, допустим, себе не устраивать, а какое-нибудь там еще дело назначили, то как вы себя будете чувствовать в понедельник? Так себе, вообще так себе. То есть вот этот момент очень важен. То есть речь идет про развитие навыка тонкой сонастройки, как мне вообще сейчас? Потому что потом, когда мы, наверное, поговорим попозже вообще, как вообще выгорание можно объяснить, я расскажу, почему это важно, почему важна сила заботиться. Да, но мы можем в целом перейти уже к тому, почему, как мы можем вообще это выгорание объяснять с психологической точки зрения. И, соответственно, да, вот как ты уже начала, почему важно про силы свои думать. И у меня еще тоже такой вопрос, мы там немножко до начала обсуждали. Вот выходные и отпуск. Вот это два таких вещи, про которые там часто забываешь. И, соответственно, как вот эти две вещи влияют на выгорание? Вот интуитивно ты задаешь самый вообще важный вопрос. Вот так вот? Да. Потому что человек, ну так вот он миллионами лет эволюции сконструирован, чтобы, в принципе, какую-то долгую жизнь прожить и выполнять какие-то тяжелые эмоциональные, умственные, физические какие-то нагрузки. когда мы можем как-то, не знаю, продуктивно жить в долгую, когда мы сохраняем ритм, чередующийся между напряжением, расслаблением, напряжением, расслаблением. И вот эта мудрость, она, если вы посмотрите, она ведь отражена там в разных культурах, в религиях, да? Вот откуда вот эта вот тема, допустим, в иудаизме есть прекрасная практика шаббат. Ты в пятницу вечером все отключаешь, и ты там со своей семьей, или ты отдыхаешь, да, ты не занимаешься работой, или там семь, шесть дней работай, там, на седьмой отдыхай, да? То есть вот это сохранение ритма. Вообще люди во все времена что-то такое мудрое понимали. То есть когда мы говорим про день, у вас должно быть какое-то нормальное утро, если вы дистанционно учитесь или дистанционно работаете, да, это хорошо бы, чтобы это было бы какое-то утро там без почты корпоративной, без чатов, потом вы там позавтракали, переоделись в другую одежду, поработали. То есть отделяем все равно, даже если мы дома, все равно отделяем какую-то рабочую. Да, там вы поработали 40 минут, час, отдохните, не знаю, там, ну, если у вас был какой-то очень сложный там конфкол, выйдите на улицу, погуляйте 15 минут, вы потом будете гораздо эффективнее, да, или если у вас обед, сядьте и нормально пообедайте, расслабьтесь там, да, сделайте что-нибудь. Здесь комфитура рядышком и без вот этой вот руки. Да, то есть вот так и вечер, да, я, конечно, я реалист, я же все прекрасно понимаю, у каждого человека бывают дни, когда, ну, просто нету вообще времени ни на что. Но потом нужно просто внимательно как-то, да, себе там эти силы восполнить. Восполнить, да. В течение недели, как мы можем чередовать этот ритм? У нас была рабочая неделя, у нас должны быть выходные. Да, ну, хотя бы там один день. Но даже если вот там сегодня я с вами на конференции, а вчера у меня была своя там психологическая профессиональная конференция, у меня не будет выходных. Но это значит, что в следующие выходные я должна буду... Их будет два. Ну, два, наверное, не получится, но я должна буду как-то вот, да, как-то вот полноценно отдохнуть. Когда мы говорим, да, и более там временными категориями шире смотрим, рабочие недели, месяцы, отпуск. Вот, пожалуйста, да, так мы этот ритм сохраняем. Тогда у вас не накапливается усталость, и вы можете нормально, в общем-то, отдыхать, и вдолгу сможете работать. Так, хорошо. Но если объяснить выгорание с психологической точки зрения, давайте, да, попробуем. Вот я бы здесь затронула и психологическую, и физиологическую сторону вопроса, да, потому что вот синдром выгорания – это комплексный. Да, но мы бы вначале сказали про четыре вот фактора, там, условно, по которым мы можем понять, что это выгорание. Вот что нам важно про выгорание понимать? И мы тоже можем тогда отличать выгорание от всего остального. От усталости, от тревожности. Как мы можем отличать выгорание от просто потери мотивации в учебе, потому что учеба не нравится, или потому что дома у человека проблемы, и у него нет вообще даже возможности нормально заниматься, или он просто, у него нет навыков учиться, он откладывает, он не может, ну, как-то разумно там нагрузку эту планировать. Да, это другое. Вот универсальный момент. Не бывает выгорания без стресса. То есть в основе синдрома выгорания лежит дистресс, так называемый длительный вредный стресс, который истощает, ну, просто ресурсы организма. Мы можем посмотреть, как этот дистресс развивается. Давайте, не знаю, представим себе какого-нибудь студента и студентку, допустим, да? Да. Вы, наверное, догадываетесь, что выгорают не все люди. Вот не каждый человек вообще даже, не знаю, да, не обязательно вы там выгореть или приблизиться к выгоранию. Выгорают самые целеустремленные, самые амбициозные. Ну, в общем-то, люди с очень высокими устремлениями, люди, которые ставят себе высокие цели. Почему? Вот приходит человек в университет, и он чистолюбивый, у него, в общем-то, есть такие черты перфекционизма. Он стремится доказать, там, или она, себе, другим, другим, одногруппникам, преподавателям, родителям, может быть, там, у него, да, из семьи это идет, там, на что он способен. И он ставит перед собой высокие цели, стремится их достичь. И мы помним, да, что он начинает много работать, много трудиться. А силы начинают уставать, силы заканчиваются. Наверное, каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, когда у вас очень много дел, очень много учебы или работы, и вы, допустим, отменяете что-то неважное. Ну, там, отменю тренировку, отменю встречу с друзьями, обедать, в принципе, тоже не пойду, там, не знаю, закинусь чем-нибудь, да, и там, водички попью, и дальше буду работать. А по сути, тогда у наших с вами, там, воображаемых студентов постепенно нагрузка занимает все свободное время, а те, та деятельность, которая была призвана эти силы восполнять, она просто отваливается, ей больше нет места, да, то есть он больше или она не отдыхает, да, не радуется, никуда не ходит, там, не ходит в кино, не ходит, там, не знаю, на концерты, не ходит, потому что некогда, потому что нужно получить, там, стажировку, красный диплом, не знаю, еще у меня, там, работа какая-то, допустим, да, и усталость накапливается, истощение накапливается, возможности восстановить, в общем-то, силы больше нет, и здесь, на самом деле, что такое стресс? Стресс – это просто адаптационный синдром, то есть организм, он старается, он для своей хозяйки или хозяина все сделает, то есть лишь бы ты, там, мой хороший или мой хороший, вообще в таком темпе дальше работал, я для тебя все сделаю, а я тебе все свои вообще силы отдам, да? Да, ну и есть вот это вот еще такой, мне кажется, и яркий пример, мне кажется, что, ну, у нас у всех это было, и у девочек наверняка было, когда ты там долго-долго-много-много проектов, потом ты заболеваешь, ни с чего, просто, ну, просто решили, решили отдохнуть организм, и как бы… Ну да, совершенно верно. Чтобы восполнить хоть как-то вот ту энергию, которая потрачена была. И я хотела еще вот, кстати, девочкам задать вопрос, пока ты говорила про студенты-студенты, вот, Лиль, вопрос такой к тебе, пока ты была студенткой, и вот сейчас ты уже не студентка, ты уже работаешь долгое время, есть ли, ощущается ли какая-то разница вот в этом эмоциональном состоянии, какое оно было во время студенчества, и часто ли ты ловила на себе вот эти моменты, что надо чуть-чуть отдохнуть, и какое оно сейчас? Ну, мне кажется, что сейчас это более осознанная какая-то история, ну, в силу возраста, опять-таки, мы говорим, и вопрос, наверное, в силу того, что чуть больше задач, они чуть ответственнее, и ответственнее не про то, что я в университете, там, как-то могла, по себе, рукава к чему-то относиться, или, там, понимаешь, что сама неважно, а просто потому, что работа, она еще подразумевает каких-то, там, клиентов, каких-то других людей, у которых, там, может быть, разные мнения с тобой, которые могут быть к тебе более требовательны, потому что, ну, в университете, так или иначе, ты у себя клиент, ну, в общих таких чертах. И, конечно, вот на работе это больше была история про какое-то усталость при приближении к выгоранию, что-то такому, потому что, о чем мы говорили, то, что казалось, что все, работа, особенно, там, в первое время, что все, нужно работать, работать, сработать, там, никаких встреч, у меня очень часто бывало такое, особенно, вот, в агентстве, там, в первые полгода, когда, например, там, мы за неделю с подружками, все, встречаемся, там, назначили время, место, там, вечером мне перед этим днем звонит клиент, там, я хочу перенести встречу, хочу встретиться, да, хорошо, не вопрос. Все, встреча отменяется, позитивных эмоций нет, все, только работа и так далее, и поэтому, конечно, вот сейчас, уже спустя, там, три года работы в агентстве, я уже четко выстроила такую штуку, что я идентифицирую какие-то важные встречи, встречи, которые можно перенести, ничего плохого не будет, то есть, наверное, такой с опытом приходит, но в целом, в целом, ты понимаешь, там, себя, там, если, там, я сегодня-то не сделаю, ничего страшного не случится. Здоровые приоритеты. Да, и мне кажется, еще тоже очень важно, вот, много слушала, и очень интересная мысль о том, что очень зависит вообще степень выгорания, либо просто вообще к этому какое-то приближение отношения от руководителя, либо от твоего педагога, если студент. То есть, очень важно, как похвала, о чем мы говорили, также очень важно, чтобы руководитель, мне кажется, показывал какое-то здоровое отношение к работе, что он не говорил, работай или умри, как бы, а чтобы он спокойно относился к этому, мне кажется, у меня как раз, наверное, после этого был какой-то щелчок, когда, вот, у меня так получилось с руководителем, что она мне сказала, что, вот, люди, у тебя есть работа, у тебя нормально, что у тебя есть личная жизнь, давай, пожалуйста, договариваться, там, либо я, там, за тебя выйду, либо, там, мы перенесем. Это тоже очень классно, и вот сейчас, прям, мне кажется, у меня хорошо получается именно, вот, как-то балансировать, именно поэтому, наверное, я прям ушла от этой истории про выгорание и уже сейчас с удовольствием работаю, при этом знаю, как сделать так, чтобы это на качество не повлияло работа. Это супер, да, мне кажется, что многие очень хотят к этому прийти, там, со временем. Ира, у тебя, ну, сложно, наверное, сравнить сейчас студенческую какую-то историю, потому что она все еще идет, но студенчество и школу можно сравнить. В чем, как себя чувствовала в школе, насколько была загружена вот всякой какой-то внешкольной историей или, наоборот, только училась? Мне кажется, что в школе я не особо чем-то занималась, потому что я сама по себе очень тревожная, и мне в школе казалось, что у меня одна из цель – сдать ЕГЭ очень хорошо. И получить красный аттестат. И получить аттестат, причем красный аттестат я не получила, очень расстроилась. И после этого у меня как-то проще началось отношение к любому делу, и я себя успокаиваю тем, что если что-то у меня не получится, то от этого ничего плохого не произойдет, прям капитально, ужасно. А я просто посмотрю на свои ошибки, пересмотрю их, и все пойдет своим чередом. Поэтому в университете как-то стало проще со стрессом, связанным с учебой быть. Хорошо, поняла. И к тебе еще вопрос в догонку. Соответственно, у тебя большая студенческая организация, с которой ты работаешь. Сталкиваешься ли ты как руководитель с тем, что у тебя там происходит у кого-то из ребят, выгорание, и тебе нужно с этим работать? Мне кажется, у нас есть в начале второго семестра, у всех кураторов, у всех старших кураторов, у всей студенческой организации, мы просто хватаемся за термин выгорание и пытаемся понять вообще, что это значит, потому что каждый второй куратор, ну ладно, не второй, но в большинстве своем ребята перестают чувствовать свою полезность для первокурсников, потому что они уже освоились в университете, им не так важна поддержка человека со стороны, и как бы у них все хорошо, и кураторы не так нужны. И у куратора в этот момент опускается все внутри, он чувствует себя ненужным, и таким образом эмоционально начинает, конечно, очень спадать его эмоциональное настроение. И внутри студенческой организации это какая-то заразительная история. Ребята начинают, конечно, очень переживать, грустить и называют это выгоранием. У старших кураторов, это ребят, которые курируют, обычных кураторов, которые занимаются работой с техническими группами, тоже происходит выгорание, потому что выгорание, не знаю, усталость серьезная. На фоне того, что когда ты много кого поддерживаешь методически, просто поддерживаешь по-человечески, и не один раз в день, то ты тоже устаешь от этого, потому что если ты эмпатичный человек, ты заражаешься этим, пытаешься помочь как-то пережить, справиться с этим. И еще есть свои какие-то дела, проблемы, сессии, учеба. Таким образом вообще происходит, мне кажется, опустошение внутри себя. А что ты делаешь как руководитель с такими ребятами? Как ты с ними работаешь? Что касается кураторов, у нас есть анкета обратной связи, в которой каждый куратор может написать, как эмоционально сейчас он себя чувствует. Например, если он пишет 5, и мы задаем вопрос, почему так, у меня все классно, все хорошо, все в порядке. Если человек пишет 6-2, старший куратор идет к куратору и общается с ним на эту тему, но не в плане того, что он играет в психолога и пытается разобраться, а просто спрашивает, как дела, почему так, как мы можем тебе помочь, проблемы с группой или личные проблемы. Таким образом мы пытаемся хоть как-то по-человечески поддержать. А если у старших кураторов такое происходит, в целом система такая же, но еще, мне кажется, очень важным собираться всем вместе в неформальной обстановке и обсуждать, что вообще у нас происходит. Возможно, это стоит обсудить всем вместе, возможно, кто-то предпримет какие-то действия либо даст какой-то совет относительно какой-то конфликтной ситуации, либо проблемы, либо в целом стресса, а потом мы абстрагируемся от этого всего и идем куда-то просто отдыхать всем вместе, как друзья, как приятные друг другу личности и выдыхать весь пар, который у нас накопился за это время. Да, Рит, ты хотела? Да, это очень хороший пример, я внимательно слушаю. И вот в этом кейсе как раз мы говорим о развитии чувствительности, границам своей усталости. Хорошо бы, чтобы куратор просто понимал, вот где, вот каков мой реальный размер, вот этих сил, вот сколько там часов в день или в неделю я могу посвятить, исходя из своих качеств, исходя вообще из своих способностей, своего характера, своей личности, общению с людьми. Вот этот вот запас у людей разный. Кто-то может только час в день, два, три, а кто-то может и восемь. Но это люди, которые уже там профессионально занимаются общением с людьми. И вовремя где-то сказать нет, где-то вот эту границу провести и понять, что ты будешь лучшим куратором, если ты будешь просто неистощенным. Да, можно там не каждый день встречаться со своей группой, а раз в неделю. Да, по-моему, как минимум, да. Нам еще хотела сказать, что мне кажется, вот, ну, или в том числе, и в принципе, комнату руководителя над студентами, очень важно показать, что это нормально, что ты устаешь, что это нормально, что у тебя есть, там, какие-то проблемы, там, это не значит, что ты там бесполезен и так далее. Это все нормально, с тобой все в порядке, потому что, ну, я тоже помню себя, я раскачу, говорю, да, Рита, что там, на первый курс на я был такой максимализм, ну, просто там, это необъяснимо, какой-то купол максимализма. И, конечно, мне кажется, тоже очень важно, чтобы вот человек себе направлял, который у тебя человек, ну, лидер для тебя, он тоже говорил, что там, у меня тоже так же, и поэтому людям будет проще вот эту чувствительность свою индивидуальную нащупать и не стесняться ее, самое главное. Вот важный момент, да, который, я думаю, нам еще бы стоит осветить. Вот мы говорим сегодня про стратегии, там, какой-то профилактики, выгорания, да, как рутину свою настроить. Это сейчас может не очень быть, как будто бы актуально, да, для молодых людей, да, у которых и так силы есть. Но я бы вас, наверное, бы хотела бы призвать быть бдительным вот к каким вещам. Когда я говорю о том, что выгорают не все, да, выгорают действительно максималисты. Мы живем в такое время, где нам вообще культура диктует иметь высокие достижения. Если у тебя нет высоких достижений, ну, и за что тогда тебя как будто бы уважать? Как будто бы да. Да? То есть и люди, которые относятся к себе несправедливо, вот люди, которым трудно понять, а достаточно ли я делаю? Они, конечно, подвержены больше всего тем, кому кажется, что у него там низкая профессиональная ценность, кто на самом деле работает много, но годами не чувствует, что он там способный, что он там может им там рассчитывать на что-то большее. Люди, которые склонны к чувству вины, которые не могут там отказать другим, у которых есть вот этот вот внутренний сценарий достигаторства любой ценой. То есть когда, допустим, там в семье или где-то в университете или в вашей там какой-то культуре есть такая привычка назначать успех сверхценностью. То есть что такое сверхценность? Ну тогда ради достижения успеха любой ценой в топку там паровоза этих амбиций вообще можно бросить там свою жизнь, здоровье, отношения, там вообще какое-то будущее, все что угодно, лишь бы этого достичь. Да, и тогда вы чувствуете, что вы истощаетесь очень быстро. Да, действительно, и вот еще такой вот интересный момент, вы можете чего-то достигать, вы достигаете, достигаете, вы взрослеете, у вас там, не знаю, какие-то крутые проекты, там классные клиенты, повышение, там в деньгах вы растете там с годами, но вас это не греет. То есть вы как будто вы живете от цели до цели. То есть вы там, не знаю, с вами случился какой-то красный диплом, но вы порадовались неделю, так говорите, и дальше, и поставили себе уже новую цель. Да, и вот этот вот вопрос внутренней справедливости, он, конечно, очень связан с самооценкой, с самоценностью, что у меня внутри еще есть достойного и хорошего и ценного, ну, кроме моих дипломов, оценок, проектов, клиентов, кроме того, что у меня написано на визитке. Ну, это как-то что-то, что может это сбалансировать. Вот, да, я думаю, что будем завершать потихонечку, и хочется Ритта и вас, девочки, попросить по одному какому-то важному тезису в контексте выгорания сказать ребятам, нашим зрителям, вот, может быть, из-за своего личного опыта, может быть, по итогам нашего сегодняшнего разговора. Ну, мой бы тезис, наверное, звучал так. Ориентируйтесь, пожалуйста, на себя. Не на общество, в котором вы находитесь, а на себя. Когда вы ориентируетесь на себя, то цели, которые вы перед собой будете ставить, и вот эту какую-то карьерную образовательную стратегию, которую вы будете выстраивать, она будет соотноситься с вами, соотноситесь со своими возможностями, с тем, что вам нравится, с тем, что для вас имеет смысл. И тогда, я думаю, будет все хорошо. А если вы попробуете имплементировать хотя бы один из трех навыков в свою жизнь, то вообще все будет просто замечательно. Так, Лили. Мне кажется, что вот, когда мы вообще живем твою жизнь, скажем так, и чего-то добиваемся, когда у нас возникают вопросы, это то, что я хочу, а приносит мне удовольствие, нам, нашим ориентиром, будет обернуться назад и посмотреть, что у нас есть за плечами. Это, не знаю, диплом, классная работа, хорошая зарплата, вот такие красные жирные поинты, о которых как раз говорила Рита, или между ними есть еще какие-то события, эмоции, какие-то вещи, которые нас наполняют. И вот как говорят бабушки, что вот, я вспомнила, у меня не было ни диплома, не было машины, но столько у меня там всего было, любовь, студенчество и так далее. Мне кажется, это намного ценнее, чем все остальное. Безусловно, все можно и нужно совмещать, но это должно быть, мне кажется, максимально экологично, и вот, чтобы правда это было твое, чтобы ты получал удовольствие, и получал удовольствие в моменте, а не просто, когда ты получил этот диплом на руке. То есть там важен не только результат, но и процесс в вашем случае. Ага, Ир. У меня посыл такой, что чаще всего студенты пытаются прыгнуть выше головы и сделать больше того, что вообще от них просят, для того, чтобы пытаться как-то развить себя, сделать себя лучше, показать всем, что я самый лучший. И иногда эти прыжки не приводят к ничему хорошему. Как будто стоит задуматься о том, что в целом всем людям вокруг чаще всего наплевать, какие у тебя там звания, должности, а чаще всего им важнее какой ты человек, как ты себя чувствуешь и как ты с ними взаимодействуешь. Поэтому, наверное, иногда нужно оставить работу, учебу, свой синдром достигатора и заняться просто собой, коммуникацией с людьми, которые тебе дороги и близки. Да, супер. Мне кажется, что это такие отличные выводы по итогам нашей сегодняшней встречи. И мне кажется, что в целом получилась очень такая очень добрая, очень интересная конференция. И все комнаты, которые были сегодня, заставляют о чем-то задуматься. Все хочется пересмотреть, какие-то там важные тезисы для себя тоже подчеркнуть. Спасибо большое, девочки. Спасибо большое, дорогие друзья, зрители, которые нас смотрели. Я с вами прощаюсь, и мы все с вами прощаемся. И до встречи. Продолжение следует... Спасибо.